Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградаре по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Июль на носу, и мы с вами обсуждаем план работы на винограднике на этот месяц. Конечно, мы продолжаем зеленые операции. Нормировка зелеными побегами у нас уже почти подошла к концу, но тем не менее, если мы видим что-то сильно отстающее, вот как, например, на этом кусте, хороший большой побег, и вот там совсем такие 10-15 см побежики смело можно вламывать. Они несут, скажем так, паразитическую функцию, только потребляют силы куста. Ничего хорошего они ему не приносят. Поэтому такие побеги смело можно убирать, если мы их не убрали до сих пор. Также у нас начинается работа с пасынками. Подробно про то, как с ними правильно поступать, есть отдельное видео. Здесь подробно не останавливаюсь. Дальше, если у нас виноград дорос до верхней проволоки, у нас будет чеканка. То есть мы обрезаем верхушки побегов. Подробное видео тоже есть, тоже ссылку под роликом оставлю. Дальше, в начале июля виноград уже должен завершить свое цветение, и мы приступим к обработкам. Вот это такая очень важная часть. Подробно тоже я сделаю отдельный ролик, но все же немножко остановимся на этом моменте. Первое и самое важное. Профилактика всегда лучше, чем лечение. То, что вы думаете, что у меня сейчас все хорошо, ничего не болеет, это, конечно, замечательно и классно, но это не значит, что так будет всегда. Поэтому болезнь проще предупредить, чем лечить. И сделать обработки лучше заранее. Когда сроки действия препаратов нам вполне позволяют это делать, и нам, как говорится, не надо догонять уходящий поезд. По схеме у нас должно быть 4 обработки против аидиума и 3 обработки против мельдиума. С интервалом примерно от 7 до 14 дней. Там вы уже смотрите, как вам удобнее. Список препаратов тоже здесь не оглашаю. Системные препараты против мельдиума, против аидиума. В принципе, можно работать и контактными препаратами, если вам это удобно. Вот здесь кратенько скажу, против аидиума это будут препараты серые, коллоидная сера, теавиджет, ПФК, лерос, гидросера, вариантов много. Против мельдиума это препараты меди. Тоже в любой магазин зайдете, препараты медиума, начиная с медного купороса, бордовской жидкости, там Абегопик и же с ними. Дальше, поскольку у нас виноград вот-вот отцветет, нас ждет нормировка гроздями. Ну, будем смотреть в этом сезоне, как наши кусты развиваются. То есть, скорее всего, что по нормировке гроздями, по нормировке урожаем будет отдельное видео. Поливы. Это вообще очень-очень важная вещь. Во-первых, жаркая, сухая погода у нас стоит. Некоторым регионам, Беларуси, конечно, повезло, и у них дожди прошли. И у некоторых даже достаточно сильные. Но вот, к сожалению, год такой, да, где-то густо, где-то пусто. У нас дождя практически не было. Вот три капельки упало, даже рассу толком не село. То есть, у нас очень сухо. Чем это чревато? Сейчас ягода начнет наливаться. И, соответственно, кожица будет либо растягиваться, либо не растягиваться. Если мы в момент налива ягоды даем ей достаточно влаги, во-первых, мы поднимаем урожай. Мы даем нашим растениям возможность нормально расти и развиваться. Сейчас им это действительно необходимо. И избегаем треска в дальнейшем. Даже если мы не избежим его на 100%, то мы очень сильно уменьшим его вероятность. Если же мы ничего не делаем, то вот наша ягодка, да, у нее получается плотная кожурка, потому что она понимает, что сухо, наливать ее нечем. Потом проходит дождь, ягода начинает рваться. Так что обратите на это внимание. Ну, еще раз повторю, что полив это вот не только предотвращение треска, да, но это также и повышение урожайности. Потому что, ну, очень сухо. Вот с начала мая, сейчас конец июня у нас в нашем регионе, на нашем участке дождей нет. Поэтому полив необходим. Особенно полив необходим молодым посадкам. Если еще старые взрослые кусты, да, у них большая, хорошо развитая корневая система, им есть где искать влагу. Хотя бы какую-то. То у малышей этого нет. Поэтому если ваши маленькие, молодые саженцы стоят на месте, то в первую очередь подумайте о поливе. Ну, опять же, смотрите на ваш регион, на ваши условия. Если у вас дожди шли, значит, им всего хватает. Если сухо, то поливать нужно. Подкормки. До середины июля можно еще вносить подкормки органические, подкормки азотные. Но, смотрите, по состоянию кустов. Если ваши кусты жируют, что такое жирование? Это очень активный рост, чрезмерно активный. Опять же, есть отдельный ролик. Здесь мы только вот кратенько касаемся, да. Списков, чего нам делать. Так вот, при жировании мы не делаем ничего. Там кормить точно не надо. Единственное, что можно, это калием. Сульфатом калия. Если кустики просто нормально растут, да. Либо вы видите, что они ослаблили. Органика. Раз. Это настой навоза. Настой всяких трав. Все вот эти вот бродилки можно. Генеральными подкормками мы не балуемся. Комплекс, конечно, какой-то можно дать. Можно микроэлементами пройтись. Кто-то по листу. Но вообще, запомните еще одну такую вещь про подкормки, что лучше всего кормить под корень. То есть через тот орган, который для этого и предназначен. И к концу июля тот же сульфат калия, в принципе, всем кустам можно давать под корень. Это основной перечень работ, которые нас ожидают в этом месяце. Подробно по важным, действительно важным видам будут отдельные ролики. Под этим видео, нажав кнопку еще, там будут ссылки. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также под роликом в описании. Ссылка на каталог наших сортов и наши контакты. До новых встреч!